В Сталкере много тайн и загадок, и далеко не все из них были разгаданы. Одной из таких тайн является говорящий контролер и труп в его логове сталкера по кличке Майрон. Возможно, многие из вас подумали, что будут рассказывать известную историю о том, как этот сталкер пришел переночевать в эту пещеру, а в итоге оказался в гостях у контролера. Ну, конечно же нет. Это одна из гипотез смерти Майрона. Но настоящая тайна гораздо страшнее. Заинтересовал? Тогда жми лайк и подписывайся на канал, если здесь впервые. А я буду начинать. Ролик сделан при поддержке группы Вольных Сталкеров. Здесь ты можешь скачать любой мод без вирусов, а также выбрать крутую картинку к себе на рабочий стол. Да и просто классно провести время. Вольные сталкеры. Ссылка в описании. Вернемся к рассказу о Майроне. Многие из вас знают самого, и не побоюсь этого слова, мерзкого персонажа в игре Сталкер. Флинта. Этот сталкер мало того, что присваивал свои заслуги себе. Про кровососов я вам все расскажу, растолкую. Как был недавно на Затоне, там всех эти соски доставали. Брат Сталкер-бедолага хреначит их день и ночь, и сделать ничего не выходит. Результата ноль. Решил я в общем ребятам помочь. Взял дробовик и давай напрямую в самое логово. До кровососов в гости. И три дня им такую вечеруху закатывал. Бывало, с двумя-тремя сразу зажигать приходилось. Ну и короче, после моих дискотек, кровососов на Затоне не прет. Они теперь свои щупала-то, подобрали. Так он еще и подставлял других сталкеров и всячески предавал их. Примером является сталкер по прозвищу Щепка. Видели бы вы, как я артефакта на днях намутил? Это нечто. Реально говорю. Но вы про карьер что-нибудь знаете? Так вот, там ништяков больше не осталось. После Флинта в аномалии искать нечего. Это каждый бывалый знает. Так в чем же связь этих двух персонажей? Майрон и Флинт. Именно Майрон стал самой первой жертвой обмана Флинта. Он рассказывает историю о логове контролера и как в сражении с этим мутантом использовал металлическую решетку, которая также лежала в логове. Так и быть. Расскажу, как надо контролером валить. Нахаботил я-то недавно кучку артефактов. Ну и решил их скинуть, позвонки расслабить. На обратном пути подхожу к нычке. А там... Ёшкин кот! Контролер тусит! И сваливать не собирается. Вот морока на ровном месте. Контролер не контролер. А хабар-то забрать надо. И сразу как-то прозреваю. Если, думаю, закроюсь какой-нибудь железной бойдой, на все эти его понты мне станет насрать. Ну и значит, что делаю. Беру решетку металлическую, что рядом валялось. И ей так, значит, закрываясь потихоньку бреду. И вот пока он меня выпас, пока пробовал за мозги взять, пока кумекал, что ж это я такой невнушаемый? Я уж поближе подошел и полобой моему в башку-то и ввалил. И живучий же гад попался. Только я решетку отбросил. Он мне по мозгам как даст. Да только я его прикладом сразу утихомирил. Майрон, самая первая жертва Флинта. Тогда еще Сороки. Оба сталкера добрались до Затона и стали вместе искать артефакты. После решили отдохнуть и нашли пещеру. Сорока уговорил Майрона пойти первым, а сам, вероятнее всего, остался снаружи с добытыми артефактами. А после того, как понял, что в пещере обитает контролер, в страхе убежал на Скадовск. Жалко ведь Майрона. Ему просто не повезло. Ведь на его месте мог оказаться любой вольный сталкер. А знал лично ты об этой истории? Пишись в ответ в комментарии. А с вами был Гаудмен. С тебя лайк и удачной охоты, сталкер. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok